Итак, уважаемые, мы в Риге, на Домской площади. Сейчас кажется как-то темно, но просто у меня так снять получилось. Глазами всё светлее и виднее. Вот здесь вот главный вход на такой рождественский новогодний базарчик. Давайте посмотрим, что на нём. Вот на центральных рижских ёлках везде петушки, так же как и на центральных соборах. Да, тут несколько есть центральных ёлок. Вот они, в общем-то, живые и на них все петушки. Здесь такая будка для горячего вина заправляться. Ну и сам вот такой базарчик состоит из ларьков. Там что-то готовят ещё и на месте есть. Можно ощутить запах жареного. Тут на сам праздник и выступления какие-то будут. Да, зависит от времени и от дня, недели. Вот общее впечатление можно получить. Но в реальности, я говорю, здесь значительно красивее, чем вы сейчас можете видеть на видео, которое я тут заснял. И давайте посмотрим, что же продают в этих ларьках. Вот в этих прекрасных ларёчках. Там обязательно пипаркукос есть. Такое наше национальное печенье. Новогоднее, рождественское. Вот смотрим. Значит, мёд. Всякие приспособления для мёда. Свечи из воска. Там серебряные украшения. Шапки, перчатки, носки. В основном это всё местного производства. Вязаная, шитая. И вот тут вот обратим внимание. Вот пипаркукос в ведёрках. По 50 центов, да, вроде за такой стаканчик. И маффины или кексы. Довольно большие кексы по 1,5 евро. Ну, ещё там хлеб натуральный. И также всякие напитки. А вот здесь можно покушать. Дают в тарелке. Вот порции, цены. Как вы можете видеть, что чего. Национальные блюда. Такие латышские, горячие. И вот на пнях есть столики со свечами. Натуральная свечка там. Ну, и сам старый город. Некоторые здания подсвечены. В принципе, всё красиво. Видите, полиция охраняет. Да, то есть Рига довольно-таки безопасный город. А вот так вот на фотографии выглядит этот базарчик. Как он красиво подсвечивается. Да, совсем другое дело. Ну, и переключимся на другую площадь. Площадь Ливов. Посмотрим, чего тут в ларьках продают. Вот здесь такой есть ларёк с горячим вином. Ну, цены тут, правда, выше среднего. Они достаточно такие высокие. Высоковатые, я сказал бы. Вот можете обратить внимание, что горячее вино 3.20 за стаканчик. А со всякими добавками в Анатали, на бальзамы и прочего почти 4 евро. Ну, что вы хотите. Это центр города. Здесь цены немножко завышены. Вот здесь национальная символика и всякие вырезные изделия из дерева. Местных умельцев, мастеров. Кстати, символика там вся подписана. Если будете в Риге, можете там подойти, поспрашивать. А это что? А это что? Я думаю, вам с удовольствием расскажут. Даже на русском языке. И тут такая примечательная табличка. Вот в этом месте когда-то были здания. Их разбомбили во Вторую мировую. И здесь можно видеть, что в Риге транслировался фильм. Первый фильм, который транслировался в Риге. 5 месяцев после премьеры в Париже. А на самой площади Ливов стоит такая инсталляция. Деревянная елка с натуральными свечами. Это уже не первый год она такая стоит. Может быть лет 5 или 7. Как такую сделали. И сейчас традиция именно ее ставить на площадь Ливов. И на инсталляциях уже верхушки свои. Здесь например сердечки. Ну и что я могу сказать. Приезжайте в Ригу. Если что обращайтесь. Я провожу экскурсии в любое время года. Рига красивый город. На Новый год, летом, весной, осенью. Ну разве что совсем в межсезонье. Здесь немножко уныло. Спасибо за ваше внимание.